Граждает грамотами и благодарственными письмами Комитета по культуре и искусству, а также денежными премиями. А вам, дорогие ребята, в честь праздника сладкий приз. Приз-студию. Ну и, конечно, какое юбилей без подарка. Я думаю, Елена Андреевна, вот тому замечательному подарку, который сделал Федор Александрович Черепов, мощному современному компьютеру, не достает только комплекта офисной мебели из восьми предметов. Он будет установлен уже завтра. Всего доброго, здоровых успехов, новых побед, здоровья всем, счастья, любви к музыке. Спасибо вам. Слово для поздравлений предоставляется Родительскому Комитету. И нам, родителям, поздравить всех с этим замечательным юбилеем. Выразить свою благодарность, нашу родительскую, всем педагогам, организаторам, за то, что они занимаются воспитанием наших детей вне дома. За их труд, за их творчество. Большое им всем спасибо. Всем здоровья, благополучия. И от имени родителей для того, чтобы нашим деткам было комфортно в музыкальной школе, мы подарили и установили установку для воды. АПЛОДИСМЕНТЫ Не за сольцами, не за морями, не за высокими горами. Наш юбилейный день. Идет годнями, идет ночами, уже идет навстречу с нами. Наш юбилейный день. Наш юбилейный день. Молодой семья, это наше семья, и я не хочу вас верь, я. Мы с тобой будем, мы с тобой, люди, встречи, парни, ся, челезья. Вечи, парни, ся, челезья. Вечи, парни, ся, челезья. Идем с тобою, возьмем с тобою, все только доброе, не злое, наш юбилейный день. Идем мы заполним, мы добротою, и музыка, и игра золотою, наш юбилейный день. Наш юбилейный день. Молодой семья, это наше семья, и я не хочу вас верь, я. Мы с тобою будем, мы с тобою, люди, встречи, парни, ся, челезья. Вечи, парни, ся, челезья. Вечи, парни, ся, челезья. Молодой семья, это наше семья, и я не хочу вас верь, я. Мы с тобою будем, мы с тобою, люди, встречи, парни, ся, челезья. Вечи, парни, ся, челезья. Дорогие друзья, наш праздничный юмилейный концерт подошел ко всему! О том, что музыкант – товар штучный, знают все. И история Калачинской музыкальной школы полностью подтверждает это. За 50 лет существования она выпустила всего 600 музыкантов. 10-12 человек каждый год получают свидетельства о музыкальном образовании. Можно с уверенностью сказать, что кем бы они ни стали, музыка будет сопровождать их по жизни всегда. Эта мысль лейтмотивом звучала во всех выступлениях. И первые выпускники этой школы, и нынешние понимают. В жизни им выпал счастливый шанс, редкая возможность приобщиться к огромному миру музыки. Музыкальная школа, ценность ее ведь не только в том, что дети приобщаются к великому искусству. Дети учатся его понимать, его слушать, собереживать ему, а это значит и сопереживать другим людям. Тонкая натура должна быть у музыканта, чтобы передать музыке все многообразие жизни. А научиться музыке очень непросто. И здесь нужны такие качества, как трудолюбие, как организованность, как дисциплинированность. И, конечно же, музыкальная школа, особенно такая, как у нас, то есть высокопрофессиональная, с очень хорошей методической базой, с хорошей профессиональной базой, с глубокими традициями, вот такая школа, она еще воспитывает детей особенных, тех детей и неравнодушных, и в то же время, я надеюсь, что очень успешны в жизни, успешны в любом, в любом деле, в любом творчестве, в любой работе. В школе уникальный коллектив педагогов, педагогов с большим стажем, и в то же время молодые педагоги. И самое главное, в этой школе есть вот такой вот очень серьезный стержень. Стержень – это традиции глубокие, это высокий профессионализм. И даже молодежь, которая приходит в школу, они не могут по-другому работать, потому что установлена определенная планка, установлены определенные критерии работы. И ниже этого пускаться уже просто нельзя. На юбилей музыкальной школы приехали гости из Министерства культуры Омской области. Елена Андреевна Беляева, директор Калачинской музыкальной, Надежда Петровна Калюжная, преподаватель Сорочинского филиала, Евгения Геннадьевна Одинцова, Светлана Леонидовна Ханжина, Татьяна Анатольевна Шестакова были награждены почетными грамотами Министерства культуры Омской области за огромный труд и воспитание творчески одаренных детей. Цветы, поздравления и подарки – основное содержание этого праздника. Первым слово ведущие предоставили главе Калачинского муниципального района Петру Александровичу Черепову. Педагоги общеобразовательных школ пришли на праздник с добрыми пожеланиями. Осокинская Репинская школы искусств, Калачинская детская художественная школа, городской центр чтения и досуга, районная библиотека, районный дом культуры – каждый нашел теплые слова о педагогах и учениках музыкальной школы. А они, в свою очередь, радовали слушателей искусством пения и игры на различных инструментах. Миша Косымов с отличием закончил нашу школу. Теперь он студент Московского института современного искусства. Очень проникновенно исполнил песню «Помолимся за родителей». Родители, родина, родная музыкальная школа – явление одного порядка. Считает бывший выпускник. Калачинская музыкальная школа – это, прежде всего, основа воспитания. Я занимаюсь в музыкальной школе четырех лет, успешно закончил ее. И, вы знаете, она воспитала, прежде всего, наверное, внутренние какие-то качества. Не случайно сегодня я пел песню «Помолимся за родителей». Хотел немножечко сказать людям, чтобы они ценили своих близких, родных. Учащиеся в Москве, да, мы занимаемся по теоретическим дисциплинам, сольфежи, музыкальная литература. Это все очень легко удается, так как я все это проходил в музыкальной школе. Это для меня не впервые. Очень большой опыт это. И ведущего мастерства, и актерского, и вокального, и фортепианного. И это комплекс, музыкальный комплекс, который может дать только вот такие учреждения. Люди разных поколений сидели в зале, но объединяла их всех великая сила музыки. Люди становятся лучше, люди становятся добрее, когда они умеют слушать, понимать, исполнять музыку. Искусство облагораживает человека. А начинается этот путь с детства, с музыкальной школы. Если в городе не было бы такого заведения, как музыкальная школа, детская музыкальная школа, этот город никогда бы не имел нормальной перспективы. Это был бы просто серый провинциальный город. А вот когда есть такие учреждения дополнительного образования, как музыкальная школа, как школа искусств, как многие другие учреждения, которые у нас имеются, тогда совершенно по-иному живет город, совершенно по-иному живут люди в районе, потому что там очень много филиалов. И совершенно по-иному смотрится вперед, что у нас будет впереди. Потому что впереди у нас то, что закладывается сегодня в детях. Именно то поколение, которое получает сегодня настолько такое сильное творческое внутреннее развитие, которое на самом деле должно вылиться в будущем в сильное, здоровое гражданское общество. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»